Всем привет, ребятки! В этом ролике я хочу с вами поделиться своими покупками. Я купил два интересных автомобиля. Сегодня будет в основном роль играть, это, конечно же, Роноте, которую я купил, фу зеленую, ну и также я купил X5M. В сумме я потратил 400 миллионов, и сейчас вы в ролике узнаете, куда ушли и за что ушли, как бы, эти деньги. Потому что сумма, как бы, не маленькая, 400 миллионов. От вас хочу видеть максимальную поддержку. Ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам, как обычно, поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом северачке до пятого уровня. За нем получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, ребятки, я вам всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, я думаю, начнем постепенно. По одной машинке я буду вам показывать. Ну, их всего как бы две, но начнем с менее интересной машины. Это BMW X5M. Вот такой вот X5. В принципе, я уже сюда поставил другой неон. Здесь стоял градиент. Но я считаю, что градиент, знаете, он уже немножко как бы заезженная тема. Типа, градик сейчас стоит 20 миллионов. То есть, его очень дешево продают. Радуга там вообще 10 лямов стоит. А вот статика, допустим, стоит там от 10 миллионов. Поэтому, ну, статика это уже более такой козырный неон. Да, и в принципе, я больше люблю статику, поэтому сюда я как бы поставил статику. Хотя изначально здесь стоял неон градиент. Многие, наверное, бы на моем месте ничего бы не делали. Как бы зачем менять неон, если он здесь как бы есть. Давайте я вам покажу ПТС. Как бы эту машину я приобрел за 140 миллионов. Плюс неон я купил за 35. Ну и плюс еще номер. Как бы я его купил вообще случайно на стриме. Но он сюда отлично подходит. Как бы номер я купил за 6 миллионов. То есть, ну, 180 лямов на этот X5 как бы ушло. Это не фул зеленая машина. Я буду ее, конечно же, собирать. То есть, я давно себе X5 хотел. Я вам говорил о том, что я буду себе собирать в любом случае X5. Отличная машина для того, чтобы начать, так сказать. То есть. Ну и вот, ребятки, изуминка, так сказать. Изуминка, блядь. Сука, да какой я долбоем. Блядь, что у меня сегодня с говором, блядь. Короче, ребятки, вы X5 посмотрели. И теперь за моей спиной находится самое главное, что, в принципе, я хотел приобрести. Это фура. Фура эта называется Родоте. И она фул зеленая. То есть, в этой фуре есть все, в принципе, ну, что есть в моей М5, можно сказать. То есть, у меня М5 фул зеленая. Лампа фул зеленая. И теперь ножка тоже фул зеленая. Неончик тоже я сюда поставил зеленый. Потому что здесь стоял градиент. Эту машину перевели с первого сервера. Ее изначально там купили за 150 миллионов. Ее купил Стас. Одегамов с нашей Фомы. И я ему говорю, что если ты ее переведешь, то я у тебя в будущем ее куплю. Я думаю, понимаете, почему зеленый, типа, я решил машины все делать в одном стиле. Лампа как бы не считается. Но, если вы помните или не помните, у меня на М5 тоже стоит зеленый неон. То есть, на М5 стоит зеленый неон. На Рено Т стоит зеленый неон. И на X5 тоже стоит зеленый неон. Все, что нужно, все, что надо, здесь как бы есть. 375 литров получается здесь у нас баг. Это достаточно много, то есть, ну, в плане езды это очень классно. То есть, вы можете долгое время не заправляться. Вот, можете сами видеть, то, что с дым здесь как бы работает. Все четенько, как бы, он свою функцию, в принципе, выполняет. Находите Батырево, ледяную трассу. И здесь как бы есть я. На тягаче Рено Т. Я набрал 705 тысяч. И давайте я вам покажу, как это, в принципе, было. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Итак, ребята, теперь, я думаю, у вас самый главный вопрос возник. Почему ты взял Рено Т, а не газон? Я изначально купил себе газон, третий чип нитро-гидравлика за 130 миллионов. Это не потому, что я, дурачок, там, переплатил реально сейчас такие цены на газоны. Потому что все, как бы, ждут обновления, и все, как бы, хотят, чтобы у них были фуры, и никто не хочет их, как бы, продавать, понимаете? Именно поэтому отсюда берутся такие цены. Сейчас у нас на втором, не знаю, как на других серваках, очень сложно купить, там, Магнум третий чип нитро, либо даже тот же самый газон там. Просто, понимаете, как бы, ты покупаешь газон, в котором третий чип нитро-гидравлика за 130 миллионов, а тут ты просто добавляешь в эту же сумму 50 миллионов, и ты получаешь Рено Т фул зеленую. Фул зеленую с доп-баком, с дымом, с трабетом и так далее. Да, она не такая имбовая, как газон, в любом случае, газон это самая имбовая фура, самый имбовый тягач для работы. Я любитель уже машин фул зеленых, да, я уже избалованный, я вот такая, знаете, скотына, скотинка, которая уже зажралась, знаешь, это Мажек, сука, зажрался уже, пиздец, понял? И я уже хочу, чтобы у меня в машине были все фул зеленые. Ну что ж, ребятки, надо вам эту машинку показать, в принципе, в рабочую, хотя, не знаю, ну, вы, наверное, видели, как работают на Рено Т, ну, просто, знаете, такие мини-бунни дальнобойщика будут. Давно, в принципе, не было так подобного, чтобы я там в видосах катал дальнобойщика. Ну, на стриме, то понятно, там бывают такие моменты, то, что я катаю дальнобойщика, и то не прям очень часто. У него, кстати, видите, максималка больше, чем у Магнума, у него максималка 187, а у Магнума максималка 180. То есть, ну, максималочка чуть-чуть побольше, конечно, но было бы круто, на самом деле, если бы они модельку получше сделали. Потому что, ну, я такую фуру увидел в реальной жизни, то она в жизни очень красивая, прям реально очень красивая. А здесь моделька сделана, если честно, не очень. Поэтому я надеюсь, что в будущем, как бы, модельку переделывают, потому что они там, вон, разные машины уже переделывают, делают их качественные модельки. Я надеюсь, что у них ручки дойдут, как бы, и до Рено Т. А так, в целом, по рулёжке, как бы, по ускорению, по скорости, ну, Реношка реально очень хорошая. Бля, ну, честно, я бы не сказал, что прям резница, знаете, там, пиздец, типа, ну, такого, как бы, нету. Да, у него нету прицепа, у него нету комиссии, но всё равно он какой-то менее поворотливый, допустим, чем та же самая Реношка. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, из-за того, что на том газоне, который я покупал, были стоковые колёса. Возможно, как-то это повлияло на это. Либо просто я отвык от газона, я не знаю. Я вот сел на Реношку, бля, мне вообще с кайфом, я не знаю. Мне с прицепом, в принципе, несложно, как бы, ездить, то есть. Поэтому, в любом случае, Реношку я оставлю. Возможно, в будущем ещё возьму газон. То есть, есть даже далибочка, у которой, как бы, есть и Магнум, и газон. Валера, тебе привет, если ты видосик смотришь. Вот у Валеры, допустим, есть и газон, и есть Магнум. То есть, у него две фуры. Возможно, я тоже к этому приду, я не знаю. Пока что Реношка меня, как бы, устраивает. На ней можно, как бы, и дально катать. Можно и дрифтить, как вы увидели. Можно и нелегальные грузы возить. И на рыбалочку сходить. Красава, блядь. Вообще, красавчик, ебать, братуха. Спасибо тебе большое, ебать. За то, что ты меня въебал по пингу. Бля, вот это есть, да, такой минус, ебать, у прицепа. Надо просто его подцеплять нормально. И будет все заебись. А так, есть, да, вот такой вот косичок, в принципе. Наверное, единственный. Блядь, ебать, я долбоеб. Мне, блядь, ехать в Юшку, а я, блядь, в порт заехал. Так, ну что тут у нас по грузикам? То есть, есть у нас и 120 скилл. Давайте возьмем 120. Поменьше нам заплатят, потому что у нас еще прицеп. Плюс комка в ТК. Я уже, честно, с нетерпением жду обновы, потому что, ну, я уже готов, реально. Я уже купил фуру. Да, конечно, на газоне было бы, наверное, получше ездить. Но, я думаю, на раношечке тоже будем показывать неплохие результаты, короче. Просто все, реально, дело в основном в цене. Собрать, фу, зеленый, ебать, газон, это будет пиздец дорого. Прям очень дорого. И как бы, ну, сейчас дым хрен найдешь. Зеленый дым вы вообще не найдете. Я вам серьезно говорю. Зеленый дым вы не найдете вообще, потому что его убрали. Его нету ни у кого. А если даже у кого-то есть, то он скажет, ну, Вася, давай мне 200 лямов, он твой. Розовый дым продают там, я не знаю, за сколько. Блядь, ну, тоже дорого, короче. Розовый дым там, ну, тоже 150 лямов стоит, минимум. То есть, я изначально, когда узнал про эту фуру, то, что Стасу ее будет переводить. Ну, потому что я Стасу за нее сказал то, что, я говорю, ебать. Там на 01 фуру продают, говорю, фул зеленую с дымом, ебать. Он, как бы, заинтересовался, перевелся, как бы, и забрал эту фуру. Я изначально эту фуру хотел, потому что у меня, как бы, на М5 зеленый дым, и здесь зеленый дым. То есть, ну, я изначально хотел сделать копию М5 только в виде фуры. И вот, в принципе, так оно и получилось. То есть, даже если вы сейчас будете собирать, допустим, фул зеленый, там, газон, либо магнум, я не знаю. Это будет очень дорого, потому что дым, ну, дым вы найдете только синий. Синий дым сейчас придет, там, по 70, по 80 миллионов. То есть, вы сможете на фуру поставить только синий дым. Да, вы скажете, то, что зачем там на фуру вообще, в принципе, дым? Нахрен он там нужен? Я с вами соглашусь, он там, нахрен, не нужен, по факту. Для ПТСа, конечно же, он нужен. Если кто-то хочет там номера сделать под заказ, то, как бы, ну, welcome, пацаны, я буду только рад. Ну, я готов 15 лямов отдать. Хотите, можете без X2 сделать мне за 15. Хотите, ждите X2, и в X2 сделаете мне тоже за 15. То есть, за 15 лямов я готов приобрести номера под заказ. Если у кого-то есть желание, возможность, то, как бы, пишите мне, я у вас куплю. Ну, что ж, ребятки, на этом моменте, я думаю, будем заканчивать. Я вам все, в принципе, объяснил, показал, рассказал. И, если так почитать, в реальном сумме я потратил на две машины 400 миллионов. То есть, да, это достаточно большая такая сумма. Ну, это почти полмиллиарда просто на машины, понимаете? То есть, ну, это нормально. То есть, я доволен, как бы, X5 будет собираться. Рыножка уже готова, осталось только накинуть номера. В любом случае, я знаю то, что газон лучше, и вы об этом тоже напишите, то, что газон лучше. Но за эти бабки, то, что я взял рыножку, лучше, как бы, быть не может, я считаю. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Ну, и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.